О ежедневной рутинной работе, которую выполняют участковые инспекторы милиции, мало кто говорит о это. Ненормированный рабочий день, обязательный обход участка, профилактические беседы с гражданами, звонки, отчеты. И чем-то эта работа, как говорят, работа на земле, схожа с работой доктора. Врач лечит болезни участковые, тоже лечит души. Словом, делом, поступком. И это очень хорошо получается, как оказалось у участкового инспектора Татьяны Шевчук. Хрупкая с виду девушка имеет стальной стержень внутри. Она готова всегда прийти на помощь и одновременно шутки шутить с ней не посоветуешь. В данной должности два месяца. В роте конвойная служба милиции работала с заключенными ранее. А потому дебоширами и семейными скандалистами ее не напугаешь. Вы стоите на учете. Да. Значит, повторюсь вам еще раз, что надо общественный порядок соблюдать, не злоупотреблять спиртными напитками. Знаете, что за нахождение в общественном месте, в состоянии алкогольного опьянения предусматривается административное правонарушение. Да? Да. Также дома не скандалим, особенно в состоянии алкогольного опьянения. И вот так вот с каждым семейным скандалистом. А их в этот день пришло не один и не два человека. Кто-то первый раз, а кто-то уже и повторно. У каждого из них своя душесчипательная история. Печально-трогательная, на их взгляд. По недомыслию. Говорят, так получилось и больше не повториться. Хочется верить, что так оно и будет. Зачем пьете? Работал трудно, в колхозах работаю. Приеду, выпью. Так я дома выпиваю, а я на улице не пью. Я хочу вообще закодироваться после суда, после развода. Да, выпиваю. А инспектор в участку влияет как-то на Вашу? Повлияет, как Вы, на Ваш взгляд? На Вашу судьбу? Ну, так он и хочет разобраться, что ее поможет. Что жена все время пишет, 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 пишет. Уже может ему надоело, что она меня пишет. Я не скажу, что я скандалист. Мы там поругали где-то, но получилось. Поругались, получилось, но мирно. Лучше мы расходимся желательно, не скандалим, спокойно садимся за стол, как говорят, переговоры. Да, диалог ведем спокойно. С женой, с детьми, с родителями своими. Хорошо? Хорошо. А Вы живете с женой, с родителями? С женой. С женой? Да. Что скандалите? Ну, так получилось, но все бывают сильные люди. Один раз? Один раз по скандалю. Один раз за 7 лет. И сразу профучет. Вот можете у Виталия Николаевича спросить. Один раз, на меня поступила жалоба, вот именно вот потому, что я поругался с женой. Ну вот, и профучет сразу же? Сразу же профучет поставили. Ну вот. Хотя вообще, я все-таки, ну, какое-то, ну, то есть, там, предупреждение, там, на первый раз, что я дадут. Сразу профучет, я чего убедился. Скандались за то, что Вы нарушили такое? Не, ну я еще согласен был, если бы я был в алкогольном опьянении, но я-то отрезал бы, у меня же на сердечественное возили. Ну что, а вдруг Вы, не дай бог, совершили преступление? И вот, за вами теперь, поэтому Вы на профучете стоите, чтобы, не дай бог, не случилось преступление никакого. Тяжкое, особо тяжкое. Поэтому проверяют Вас каждую неделю, готовы каждый день проверять. Действительно, скандал, даже в трезвом состоянии, может стать поводом к более тяжкому преступлению. А одной из важных задач участкового инспектора является профилактика преступлений и правонарушений на обслуживаемом административном участке. Обращаются различного возраста люди, от подростков до пожилых людей, естественно, конечно. При каждом общении с людьми мы разъясняем им, что сейчас много мошенничеств происходит в сфере технологий, да, и в Вайбере, и в Телеграм-каналах, да. Также им даем совет, куда обратиться сразу же по этому поводу, если они, не дай бог, попались, конечно, на эту уловку. Каждый день я обхожу свой участок, захожу проведывать пожилых людей, естественно, общаюсь с ними. И Вам говорят, Танюшка, привет! Да, Татьяна Александровна, здравствуйте, там спрашивают что-то, могут поговорить, спросить, вот мы бы хотели там облагоустроить, к примеру, детскую площадку сделать, куда нам обратиться. Вы придете с нами открыть эту площадку, если что, конечно, соглашаюсь, говорю, что обязательно приду, приглашайте. Наша служба ближе к земле, к народу, говорит участковый инспектор Татьяна Шевчук. В этой профессии просто нельзя оставаться равнодушным. Участковый должен быть психологом, уметь общаться с людьми, уметь поддержать не только слово, но и дело. Поэтому и приходят люди на приемы в опорные пункты охраны правопорядка. Еженедельно по средам участковые инспекторы милиции осуществляют прием граждан. В сельском населенном пункте любой желающий может обратиться в отдел охраны общественного порядка в период времени с 10 часов до 13 часов. В городе это время с 17 до 20 часов. Как показывает практика, такая форма работы действительно эффективна и востребована. К участковому инспектору милиции обращаются абсолютно все граждане с различными вопросами. Участковый инспектор, помимо проведения профилактической работы с данной категорией, всегда подскажет, расскажет, скажет, как правильно поступить в той или иной ситуации. Конечно же, это хорошая работа профилактическая, в том числе при посещении участкового инспектора он расскажет, как не стать жертвой мошенника, как обезопасить себя от киберпреступника, как защитить свое имущество. То есть эта работа, она будет продолжаться и в дальнейшем. Ведь защитить законные права и интересы граждан – это главная цель милиционеров всей Республики Беларусь. А участковые не зря от слова участия, поэтому каждый участковый инспектор будет делать все возможное, чтобы защитить законные права и интересы наших граждан. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.